Хорошо. Ну, начнем все-таки вот с батальона, с батальона, с сибирского батальона. Скажите, у меня такой вопрос может быть сразу тот, который можно было бы задать в конце, но я с него начну. Как вы считаете, где закончится война? Вот обычно, когда, так сказать, такой вопрос никогда не задавали участникам Второй мировой, потому что было понятно, что война должна была закончиться в Берлине. И, в общем-то, она там и закончилась. Вот где закончится война, что такое окончание войны для вас? Ну, я не знаю, где закончится эта война, да, но моя война закончится в Якутске. Я не могу говорить за Ингрию, за Башкирию, за Татарстан, за Бурятию, да, но моя война закончится у меня на родине, где будет независимая республика Саха. Ну, то есть война закончится освобождением, освобождением республики Саха, да, то есть отделением его. Да, 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 можно сказать, это тоже, ну, последняя война, которая приведет к созданию новых, ну, как волны деколониализма, как после Первой мировой войны, как после Второй мировой войны, и после этой войны тоже будет. Скажите, а вот батальон, сибирский батальон, как вы думаете, сколько, вот делились такими мыслями, сколько, сколько там процентов, какая доля людей так думают, как вы? Большинству, конечно, там же люди идут именно с целью воевать против России, разрушать ее, таких там много, да, там есть, конечно, ну, там есть, конечно, тоже такие сибирские федералисты, говорят, давайте вот в Сибири отдельно тоже все объединимся, ну, мы говорим, прекрасно, да, мы, конечно, объединимся, но сначала давайте определимся у себя на местах, а потом уже будем объединяться, да, мы от этого никуда не денемся, экономические связи, там, логистику все равно не возьмешь и не выкинешь, как бы, вместе обороняться легче, и все равно, как бы, весь мир проходит через эти этапы, когда все разъединяются, потом все объединяются, это вот яркий пример, это Евросоюз, и также Советский Союз развалился, и все равно какие-то таможенные союзи и прочие разные союзы все равно остаются, то же самое и будет на остатках империи. Скажите, а в Якутии, вот в той, которая сейчас осталась, в Республике Саха, многие разделяют вот такие взгляды? Многие, конечно, хотят независимости, но мало кто представляет себе эту, ну, как это возможно, саму эту ситуацию, и в этом отношении, конечно, им очень тяжело, что они понимают, что, ну, как, народ движется в тупику, что будущего нет, нас грабят, но ничего с этим не могут подделать, это вот как, ну, говорят, синдром выучной беспомощности, когда сотнями лет вдалбливают, что вы никто и звать вас никак, если что, то сделаем вас как вот с Чечнёй, вот и все, и люди, конечно, боятся страх, над этим витает, поэтому-то и как я призывал людей, сибирский батальон, что там человек освобождается от этого страха. Какая роль сибирского батальона? То есть, сибирский батальон, это будет та структура, которая пройдет через войну и дойдет до Якутска? Смотрите, вообще все началось с гражданского совета, да, что не было ничего, как бы, в Украине были РДК, был легион свободы России, легион свободы России, который выступал за единую и свободную Россию, с таким позывом РДК, Россия только для русских, как бы, ну, со своей правой идеологией, и тут появляется гражданский совет, который говорит, давайте, ну, ребята, давайте жить дружно, давайте вместе воевать против Российской империи. И пробили эту возможность, как бы, транзит добровольцев. Это очень сложная задача, до этого не было, мы были первые, которые заехали. И до этого ни Легион свободы России, ни РДК не развивались, они развивались только за счет внутренних россиян, которые были на тот момент в Украине, и тех единиц, которые там через границы, какими-то там, ну, нелегальными путями на свой страх и риск прибывали в Украину и вступали в их ряды. Это были единицы. И только с появлением возможности транзита пошел этот вал добровольцев. И когда я пришел, и оказалось, что вот добровольцы приходят, и их может принять только РДК. Легион свободы России их принять не может, как бы, на тот момент у них не было такой возможности. Я вот прихожу, Якут, в РДК, да, как бы, а там правые ребята, не, ну, как это, они Россия для русских. Я говорю, хорошо, Якутия для кутов, они говорят, замечательно, мы с ними находим общий язык. Это, как бы, полушуточная, ну, полушутя. Мы даже, как бы, там, вели разговоры, да, как бы, что будем делать с русскими, которые в Якутии. Они говорят, мы забираем. Нет, говорю, как бы, этот. Нам тоже нужны, как бы, граждане свободы Якутии, свободы Республики Саха. И в то же время на вопрос, как бы, а если у вас подразделение Япут, ну, ихни командиры говорят, нет, у нас Якутии Кутов нет, у нас только русские служат, да. И, соответственно, встал вопрос, нужно подразделение, где могут служить нерусские. Вообще, изначально это, как бы, идея была создать такой нерусский батальон, где могли бы все, вот, Буряты, Калмыкии, ну, все, которые не годятся ни в Легион Свободы России, ни в РДК, шли туда, как бы, по идеологии. Но, по ходу дела, оказалось, что РДК не хотят менять свою немножко идеологию, становиться более, как бы, за самоопределение народов и прочее разное. И к нам пошли все. Те, которые не согласны с идеологией Легиона Свободы России и идеологией РДК. И, в итоге, так возник сибирский батальон. Большим трудом, конечно, очень, как бы, тяжело он создавался, потому что, как оказалось, единства среди россиян нету. Единства среди, как бы, русских нету. Каждый тянет одеяло на себя. И даже сейчас, в данный момент, как бы, что, ведь, объединившие вместе Легион Свободы России, РДК, сибирский батальон могли бы стать большой силой уже, большим, таким крупным самостоятельным подразделением. Но, в угоду, как бы, скажем, амбиций или каких-то там политических взглядов, этого не происходит. Что, соответственно, конечно, ну, не лучшим образом влияет на боеспособность всех этих подразделений. Скажите, а что все-таки, что в основном мешает, так сказать, мешает амбиции, и каждый хочет сам по себе, или что, или вот различия в идеологии, что больше мешает какому-то объединению, создании действительно какой-то вот российской добровольческой армии? Ну, я считаю, что, во-первых, это, наверное, еще, как бы, не принятие окончательного решения украинского руководства. Потому что сейчас, например, лимит по добровольцам. Есть ограничения, что они вместе принимать могут только ограниченное количество добровольцев. Из-за этого, например, как бы, ну, были времена, когда просто наплыв, и мы могли бы завести всех, но ограничения, то, что они вот могут зайти в всякие там шпионы и прочее, разные, там, ну, шпиономания, боязнь всего, хотя человек едет на войну, да, даже если он шпион, он в окопах сразу все выявляется. Там люди гораздо, как это, лучше всякого полиграфа работает, как артиллерия под обстрелами, если посидишь. Субтитры создавал DimaTorzok